Приветствую вас, давайте мы с вами начнём с того сейчас, что определим для начала. С какой целью вообще вам нужно ругаться с вашими родными? То есть вот, ну, в буквальном смысле этого слова для чего это нужно? Вам. В буквальном смысле этого слова зачем ругаться со своими родными, ну, чтобы что? То есть, условно говоря, доказать что-либо вашим родным, ну, получится поскольку, потому что они вряд ли они будут вас слушать как-то, да, вряд ли они будут как-то прислушиваться к вам, если они не делали этого до сих пор. Вот, то есть, только вся заключается именно в том, зачем, зачем вы хотите с ними, со своими родными ругаться. Вот, для чего вам это нужно ругаться со своими родными? Что вам это даст? Это первое. Может быть, имеет смысл как раз, вот, выявить первоначальные причины, почему вы хотите ругаться со своими родными? Может быть, для начала стоит выявить элементы вашей неудовлетворённости, если таковые, опять же, есть. И уже после того, как эти элементы будут раскрыты, подумать, что можно делать с ними. То есть, подумать, как мы могли бы, например, эти свои неудовлетворённости какие-то реализовать. То есть, что бы вы могли сделать для себя, как бы вы могли в этой ситуации, допустим, себе помочь. Вот. Это, собственно, вот такая история. Первый момент. Момент второй заключается в том, что, ну, понятно, что вы не можете ничего сказать своим родным по причине, значит, запрета какого-то, либо страха. Это, ну, на мой взгляд, это понятно. Что есть либо запрет, есть либо какой-то страх, да, есть либо какие-то, значит, комплексы, да, да. То есть, ну, комплекс это такое, индивидуальное, значит, эмоциональное соединение ложных понятий. То есть, вот, это определение комп-комплекса. Вот. И понятно, что вот эти вот запреты, которые, ну, не позволяют вам сказать, ну, что-либо, да, которые не позволяют вам как-то выразить свою позицию, они нуждаются в том, чтобы от них освободиться. То есть, вы можете быть неуверенны в себе, например. Это одно, если вы неуверенны в себе. Действительно, неуверенны в себе. Это одно. Вы можете, ну, просто не считать себя, да, достойной, достойной того, чтобы, ну, вот, что-то говорить людям. Причины есть, и они нуждаются в проработке. То есть, эээ, что значит проработка? Это, условно говоря, получение наиболее полного представления о том, что происходит конкретно. То есть, что означает, например, ваша невозможность сказать то, что вас волнует? Что означает для вас то, что вы начинаете плакать? И что означает для вас, значит, эээ, ну вот, сама ситуация, да? Эээ, сама ситуация, когда вы не можете выразить свою позицию, позицию. То есть, то есть, а вы можете выразить свою позицию, например, если, эээ, ну, скажем, эээ, спокойно, эээ, вот, эээ, скажете, что беспокоит вас, что волнует, там, ээээ, вас и так далее. Или вы вообще не можете высказывать, ээээ, ну, вообще ничего, эээ, ничего не можете высказывать относительно, относительно, вот, эээ, себя и того, что вас волнует. То есть, эээ, грубо говоря, отвечая на ваш вопрос прямо, ээээ, что делать, эээ, отвечая на ваш вопрос прямо, я бы сказал, что вам нужно обратиться, ээээ, к психологу на индивидуальную консультацию для того, чтобы реально что-то исправить. Ну, потому что, ну, совершенно очевидно, что у вас ээээ, эээ, ээээ, ээээ, превалирует над эээээ, ээээ, рациональным. И, совершенно очевидно, что вы, вот, в конфликтных ситуациях чувствуете себя, ну, не совсем ээээ, естественно, не совсем эээээ, комфортно. Вопрос в том, из-за чего, по какой причине вы себя так чувствуете, вот, это могут быть, ээээ, это могут быть разные причины, да, это могут быть самые разные причины. Ну, вот, и, соответственно, это, ну, удается в том, чтобы это выяснить и подобрать уже коррекционную программу. Эээээ, ну, для вас, именно для вас, да. Вот, что ещё сказать? Ээээ, значит, ну, эээээ, поскольку запрет, который у вас имеется, да, запрет, он есть, да, запрет на то, чтобы что-то говорить, то и позицией, позицией наиболее правильной, выгодной, ээээ, верной здесь является снятие запрета, то есть разрешение. И вот с этой позиции я предлагаю вам, ээээ, возрастную регрессию, ээээ, когда человек вводится в состояние, ээээ, близкому, ээээ, близкому к детству. То есть, то состояние, когда вы были в детстве. Вот, я предлагаю вам возрастную регрессию с целью, чтобы отыскать тот самый, ээээ, первоначальный запрет, который у вас, ну, вот, возможно, был. Ээээ. Который теперь не позволяет вам, собственно говоря, ээээ.. чувствовать себя свободны и не позволяет вам, эээээ, ну, грубо говоря, защищать ээээээээ... себя, да, и, соответственно аээээээээarea отстаивать свои интересы, отстаивать свою позицию, отстаивать свои взгляды и настаивать на том, чтобы ваши желания учитывались, чтобы ваши какие-то попередности, чтобы они не воспринимались как что-то такое негативное и чтобы вы сами полностью не обесценивались. Ну, конечно, ситуация здесь, она в первую очередь такова, что нужно выяснить ваше отношение к самой себе в первую очередь, то есть какое это отношение к себе, что оно из себя представляет, это отношение к себе. И вот, собственно, после этого уже можно будет говорить о том, в каком направлении с вами двигаться. Вот так вот, вот так. Это вот, значит, с точки зрения психологии то, что можно вам сказать. Совет, какой можно дать совет здесь вам, рекомендацию, какую дать, ну, я бы, наверное, порекомендовал бы, знаете, я бы, наверное, порекомендовал бы вам перед зеркалом проговаривать то, что вот вы хотите сказать с родным, но не можете. Вот я бы рекомендовал бы именно, ну, вот так вот, чисто вот в качестве самостоятельной работы. вот, либо, ну, просто, опять же, как компромисс, да, как компромисс такой своего рода, либо записывать, либо записывать вот то, что вы хотите сказать человеку какому-то, значит, записывать это, записывать, и потом просто давать человеку, вот, знаете, ну, ознакомиться, вот, ну, то есть, чтобы он знал, что вы об этом думаете дальше, если вы не можете об этом сказать. Ну, это, конечно, это, конечно, такие рекомендации достаточно поверхностные, но тем не медленно, тем не медленно. Далее, смотрите, какая получается история. Представьте себе, просто представьте, вот, свободным, да, когда вы спокойны, представьте себе эту ситуацию, что вы вот находитесь, ну, в конфликтной ситуации, значит, со своими родными, родными, вот, ну, то есть, имеет место быть, это конфликтная история. Вот, как, как вы, как вы сами думаете, вот, как вы чувствуете себя в этот момент, что вы чувствуете, к чему направлено ваше чувство, то есть, сядьте спокойно, чтобы вы были одна, вот, и провизуализируйте направление своих эмоций, провизуализируйте их, эти свои эмоции, чтобы лучше понимать, откуда растут ноги вот того, что вы чувствуете. Это, для вас, это вот самый, ну, очень важный момент. То есть, понятно, что лучше это делать с психологом, безусловно, но вы же понимаете, да, что у вас могут быть и соответственные проблемы и так далее, вот, поэтому я исхожу из того, да, что, ну, что может быть у вас нет возможности, значит, оплачивать работу психолога, вот, соответственно, я полагаю, что исходить нужно вам из этого, вот, из этих аспектов. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!